Чикаго против Вашингтона. В США разгорается скандал вокруг городов-убежищ, населенных пунктов, чьи власти отказываются выдавать нелегалов. Почему они саботируют реформу и чем ответит Белый дом, подробнее расскажет Дмитрий Анопченко. Нам сложно представить, что так может быть, но в Америке у городских властей столько прав, что многие из них решили не будут выдавать нелегалов в миграционной службе страны. И в принципе запретили проверять, законно находится человек в Америке или нет, пока он не совершил преступление. Чикаго, Бостон, Филадельфия, Майами – всего две сотни населенных пунктов, где городские власти укрывают нелегалов. Их стали называть «городоубежища». Есть и целые штаты, где такие же правила. В штате Мэн чиновники даже не имеют права спросить, где твоя виза, если социальных льгот не просишь. А в Калифорнии нелегалы могут учиться в колледже, получать водительские права и даже работать адвокатами. Один из таких городов-убежищ Чикаго сейчас серьезно конфликтует со столицей. И даже на президента Трампа в суд подали, отстаивая свое право прятать нелегалов. За что сейчас подверглись жесточайшей критике генерального прокурора страны, который заявляет, мол, третий по величине мегаполис Америки сознательно стал рассадником преступности. Джефф Сэшнс обеспокоен, говорит, Чикаго и миграционную систему страны подрывает, и преступников иностранцев укрывает. В итоге жертвами такого попустительства сами же горожане и становятся. В прошлом году в Чикаго было больше убийств, чем в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе вместе взятых. Но кроме критики, у федеральных властей есть единственный способ надавить – финансовый. Тоджикин прокурор говорит, или закон выполняете, или от денег налогоплательщиков отказывайтесь. Администрация Трампа сейчас пытается лишить города убежища всех до последнего цента средств из федерального бюджета. Но те не хотят поступаться принципами и, по примеру, Чикаго обратились за помощью к Фемиде. Сдадутся ли непокорные города – большой вопрос. Ведь многие из них и сами зарабатывают достаточно, чтобы обойтись без денег из Вашингтона. А еще все дело в особенностях американской культуры. В стране, которую создали эмигранты, переплывшие через океан в поисках лучшей жизни, к тем, кто сейчас, рискуя, пробрался в Америку, многие относятся с пониманием и симпатией. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер».